Вкусно притворить, что ужасно. Итак, у нас какое занятие? Третье занятие этого курса, и перед тем, как мы начинаем три главных пути, Джетсон Капа очень сильно, он сначала говорит о том, что вам нужно иметь квалифицированного учителя, и поскольку вы на тренинге учителей, может быть, это очень важное занятие для вас. То, что искать в учителя, а то, каким учителем быть, список практически невозможный, но таким хорошим быть невозможно, но есть 10 качеств реального учителя, аутентичного, истинного учителя. Мы пройдемся сегодня пройти 10 качеств, это займет около часа. Мы, скорее всего, не продолжим говорить про порядок 18 курсов, не успеем, потому что это... Нам очень повезло, что сегодня такой священный день, мы называем Сэй Чу, 10 день по лунному календарю, это два раза в месяц в секретных учениях этот праздник. Мы решили сделать подношение ламам, я думаю, что это самая священная молитва в Тибете. Я помню, когда я впервые встретил монахов и монахинь, я случайно вошел на ламу-чупу в церемонии. Я не знал, что происходит, но чувствовал, что что-то классное, и сегодня мы сделаем это подношение. Основная вещь по поводу всех этих ритуалов, они либо могут быть бессмысленными, или они могут быть со смыслом. Я вам покажу сейчас бессмысленную церемонию. Поверьте мне, многие люди в монастыре так делают. Это то, как не нужно делать ритуала. Сегодня мы будем делать ламу-чупу. Чтобы сделать это правильно, не важно, что вы говорите, и не важно, знаете ли вы язык, и не важно, закончили ли вы молитву. Важно то, как вы думаете о своем учителе в своей жизни. Начните со своей мамы, потом папы, все школьные учителя, все ваши бывшие мужи и жены, которые многому вас учили, тем, что столько проблем для вас устроили, и доходите до своего духовного учителя сейчас. Если ваш ум сегодня вечером будет думать про благодарность к вашим учителям, то церемония правильно сделает. И не важно, правильно ли вы произносите на тибетском, закрываете ли вы глаза, и вот так делаете ли вы. Но если вы думаете о том, как вы будете есть эти подношения после молитвы, то это неправильно вы сделали ламу-чупу. И вы правильно сделали ламу-чупу, если будете думать про учителей, будете благодарны всем вашим учителям, и здорово сделать список со вами, потому что о каких-то учителях в своей жизни вы не думали о течение многих лет. Сегодня во время ритуала сделайте вот этот шаргом вид медитации, обзорную медитацию по поводу всех учителей вашей жизни. Тогда вы сделали ламу-чупу, тогда вы заслужили эти подношения в конце. Хорошо? Это, наверное, один из самых важных занятий из всех ACI курсов, и это то занятие, где Пабонгарапачев в своем комментарии объясняет, что такое лама. Если вы идете на шопинг и выбираете ламу, то кого нужно искать? Это очень важный список. И есть десять частей. Кстати, и в «Алмазном пути» есть еще десять дополнительных, но мы их сегодня делать не будем. Но позже вам надо будет их выучить. Они, по-моему, даже в этом стихе. Итак, вот первое. Скажите «турва». Турва. Вы знаете «дува», это означает «винайя», что означает «приручить дикую лошадь». А это прошедшее время, «тен ду». Это уже лама приручила этого человека, и он стал хорошим. Я говорю «почему ты такой вина?» Меня спрашивают «почему ты такой послушный?» Это все четкие. Потому что, говорят, что это если неправильно делаешь в монастыре, то тебя четками по голове, по лбу. Ты получаешь вот эти красные точки на лбу, благословение. Все над тобой прикалываются по тому же день. Если у вас действительно плохой день, то что вы плохое сделали, то используют ремень или электрический электрошок. Это достаточно такое переживание. И «турва» означает «очень спокойный человек». Это не человек, который не умный. Но в этой поэме, в этом списке, это относится к тому, что человек ведет очень нравственный образ жизни. Этот человек избегает десяти единических принципов. Этот человек не убивает животных или людей, не крадет ничего, что стоит больше хорошего свитера, типа десяти долларов в Эшендеме. Никакого сексуального прелюбодеяния. В целом, это означает не нарушать чужие браки, не лгась. Самая большая ложь – это сказать, что ты видел пустоту напрямую, когда ты ее не увидел, или сказать, что ты вчера видел Маджушри, хотя ты его не видел. Это называется большая ложь, великая ложь. Потом дальше разделение людей в своей речи. Марк, Стэнли действительно тебя любит, хотя вчера он мне сказал такое. Ты понимаешь? Эти слова создают «О, что он про меня сказал?» И я как бы их разделяю. Потому что Марк будет думать. Это очень легко совершить такую ошибку и разделить друзей. Следующая называется «Грубая речь». Это сказать, например, «Ты глупый» или «Идиот», или называть людей плохими словами. Мой сосед по комнате в монастыре. У нас у всех были прозвища. Извините меня, но… Мое прозвище было «Шитхед», но с большой любовью и с большим обожанием, так что это не зависит от слов, это зависит от мотивации. Как вы… можно сказать, «Хорошего тебе дня», и это означает, что ты думаешь, что ты плохой. Неважно, что вы говорите, важно, как вы это говорите. Это шестое принцип. Потом пустословие, говорить ни о чем, тратить время в разговорах. Атиша говорил, как только у вас больше одного человека в комнате, вы точно будете это делать. Может быть, это можно самим собой сделать, можно попробовать. Потратить время в пустую разговорами. И это очень-очень распространенная вещь. Восемь, девять, десять – наиболее серьезные. Восемь – это не радоваться, когда другие люди получают что-то хорошее, завидовать и не радоваться. Если мы говорим, что топ десять из этих восьмидесят четырех тысяч поступков, эти топ десять должны быть это вещи, которые мы делаем каждый день постоянно, даже не осознавая этого. О, правда? Этот парень, он что, попал в автомобильную катастрофу? О, мне так жаль. А ему что-нибудь повредил себя? У нас такой интерес по поводу каких-то катастроф, сколько людей умерло или как они умерли. И у вас есть такая странная человеческая природа интересоваться проблемами других людей, и завидовать, когда у других людей что-то хорошее. Даже ваши лучшие друзья, если у друга появляются очень симпатичный бойфренд, это значит, что вы не рады, на самом деле. Девятый принцип – это противоположное. Что это? Да, это радоваться, когда что-то плохое происходит с кем-то. Человек, который обанкротился, человек, который вам не нравился. Десятое. Да, это не понимать ручку, не соглашаться, что есть карма в будущей и прошлой жизни. Итак, первое качество из десяти качеств ламы – это то, что этот человек соблюдает эти десять очень хорошо. Я думал про несколько ACI-учителей, которые потерпели неудачу, очень потерпели сильную неудачу вот в этом пункте. Те, о которых я думаю, они не хранили нравственность. Но долго до этого были опасные признаки, они не внимательно относились к людям, они иногда лгали немного. У меня есть ощущение, что все эти 10 топ-10 негативных поступков, они как бы связаны, поддерживают друг друга. Если вы нашли человека, которого вы хотите, чтобы он был вашим учителем, то будьте строгими. Не принимайте, не решайте, что кто-то ваш учитель так легко. Это серьезнее, чем женить, были замужества. Я говорю про формальное отношение с учителем, потому что в буддизме это связь, которая устанавливается на многие жизни. Поэтому вам нужно быть очень аккуратными, с кем вы устанавливаете эту связь. И моя надежда и намерение, что люди, которые приходят на ваши занятия, они не обязательно должны сказать, «Все, у нас теперь отношения на несколько жизней». Потому что они не только что вас встретили, они знают вас пять минут, вы еще только первое занятие им преподаете. Так что нечестно сказать, что этот человек теперь ваш лама в течение тысячи жизней. Нельзя даже бургнуться напротив этого человека. Я думаю, что VCI должно работать так. Вы преподаете, и вы будете преподавать бесплатно, вы можете собирать подношения, если вам дают. Скорее всего, вам предложат яблоко и бананы какие-нибудь. Вам придется заплатить за перелет, и вам придется заплатить за бананами. Будете заплатить авиалиниям. В общем, позже об этом поговорим. У нас есть финансовые правила в VCI. Мое намерение такое, что когда вы станете ИСИАю учителями, вы не должны становиться ламами автоматически. Если они хотят, чтобы вы были их ламой, то это нормально. Они могут сказать, «Жасмин, я тебя люблю. Я уже ходила шесть месяцев на твои занятия. Я готова создать такое обещание, принять вас как учителя». Это нормально. Но только потому, что вы преподаете какое-то занятие, не должно быть таких строгих правил, что у вас сразу же будет отношение между ламой и студентом. Потому что это более важно, чем жениться. Это первое. Мы говорим, не принимайте вот это обещание лама-ученик. Лама-ученик. Не надо принимать очень легко кого-то называть ламой своей. Проверьте внимательно. Бесчисленное количество женатых пар разводится. Вы знаете, сколько процентов? 65% в Америке пар разводится. Остальные 35% спросили, «А вы счастливы в браке?» 90% сказали «Нет», что означает, что 90% пар несчастливы. И остальные проценты сказали, «Мы не развелись, потому что у нас дети». Я слышал интервью по радио... Какой-то кантри-музыка. Я забыл его имя. Ведущий говорит, «Он шесть раз был женат, и шесть раз развелся». И тот парень такой, «Что?» Ну, на самом деле, на прошлой неделе уже седьмой раз развелся. Так что не женитесь на ком-то, кого вы узнаете только полчаса. Не принимайте кого-то в ламу, кого вы еще не знаете хорошо. Есть один человек из моего монастыря, и мне сказали, «Он гешек кандидат». И он спросил, «Можно ли я буду преподавать вашим ученикам?» И сказал, «Нет, я вас не знаю. Я привел... Я здесь делал шесть или восемь не расслышала зеленых карт разным учителям, и шесть из них убежали с какими-то женщинами. Возможно, этот человек тоже нормальный, но не создавайте такие отношения, не просите кого-то преподавать вам, пока вы не проверили этого человека». Атиша заняло 11-12 месяцев. Сколько добираться до Суматры? Около года. Когда он туда добрался, он не пошел к учителю. Он его сначала проверил. Сколько месяцев он его проверял? Традиционно это может быть 12 лет. Есть шутка в Тибете. Один парень проверял своего лама за 12 лет. Он подходит к ламе и говорит, «Тебе так повезло, что я решил принять тебя как моего лама. Я тебя 12 лет проверял, ты прошел экзамен». Лама такой, «Ну, ты знаешь, что теперь я тебя буду проверять 12 лет. Возвращайся еще через 12 лет, я тебе дам знать». И есть традиция, просто будь очень внимательным. И бесчисленное количество человек уже делали это обещание, что это теперь лама, но они их не знали, они их только встретили. Есть ламы, которые дают тантрические посвящения за 25 долларов, а вы их никогда не встречали. Вы должны изучать 7-8 лет с этим человеком, прежде чем вы вообще сможете говорить про тантру. Они просто объявляют, что в следующем году я даю за 25-35 долларов в посвящение. Мой лама был очень, он очень расстраивался, когда слышал про это. Так что внимательно, проверяйте учителей. Не торопитесь, вы навредите себе, вы расстроитесь. Итак, первая вещь, которую вы ищете, вы ищете 10 вещей. Первая. Честны ли они? Нравственны ли они? И если они хотя бы немного ненравственны с финансами, но в сексуальной жизни нормальные, допустим, не принимайте этого человека как своего учителя. Если есть проблема в одном месте, значит, есть и в другом месте. Это природа нравственности, мораль. Второе. Скажите «шива». Что это означает на санскрите? Шанти. У нас сегодня было классное занятие с Николь по йоге. У нас было замечательное занятие. Я так хорошо себя чувствовал. Спасибо. Итак, в любом случае, «шива» означает «покой, спокойно». Это кодовое слово для того, что у них хорошая медитация. Учитель практикует медитацию каждый день усердно, и учителя хорошая медитация. Можно сразу определить, хорошая медитация или нет. Этот человек делает вещи очень внимательно, спокойно, легко не расстраивается. И очень хорошо решает проблемы, личные проблемы, бизнес-проблемы, потому что у них ум работает на лучшем уровне. И это можно увидеть, если человек нервничает или злится легко, или расстраивается легко, или много напряжения и проблем в жизни, то неважно, сидят они на подушке каждый день, или нет, скорее всего, этот человек не медитирует. Поэтому будьте умными и проверяйте этого человека. Я встречал одного такого человека, не из Тибета. Мне говорят, он сидел на снеге и медитировал много месяцев. Я к нему пошел и пару дней с ним провел, чтобы изучить, обучиться у него. Это было неприятно, он был злился, нервничал. Так что проверяйте учителей. Если они медитируют, то их поведение должно быть спокойным, легко они не расстраиваются. Был такой Нати Ринпоче, великий медитационный практик медитации. У меня была честь провести себя какое-то время. Мы ехали по индийской дороге, и машина сломалась, что, кстати, очень необычно, правда, Андреас? Мы выходим, он такой пожилой лама, и мы такие все стоим вокруг этого двигателя, и Нати Ринпоче говорит, что эта штука делает? Я говорю, это карбюратор, чистит. А что эта вещь делает? Ну, это газ, газовый баллон. А это что? Это батарея. И он вот так вот смотрит на меня и говорит, проблема вот здесь. И мы ее исправили. Он никогда двигателя не видел в своей жизни. Если вы медитируете, то есть у вас будут такие суперинтеллигенты, вы будете легко решать проблемы с другими людьми. Если человек все время борется, сражается с другими людьми, если много напряжения вокруг человека, если опаздывает часто этот человек, ну или иногда опаздывает. В общем, если просто неорганизованный человек, неответственный, скорее всего, это не медитированный человек. Какая известная DCI шутка? Я не знаю, какую медитацию она преподает, но я не хочу ее изучать. Так что проверьте, медитирует ли их учитель. Третье качество. Называется Ньер Ши. Кстати, есть поэма. Очень известная. Это из поэмы. Есть такая традиция для коренного ламы. После того, как их студент становится хорошим, когда устанавливаются отношения, то студент пишет молитву о долгой жизни своему учителю. Кен Ринпоче написал для Тричанга Ринпоче молитву о долгой жизни, и все десять он указал там. Это очень известная поэма. Следующий называется Ньер Ши. Ньер Ши означает суперспокойный. Суперспокойный. Что такое номер два? Спокойный. Что номер один? Под контролем. Он находится под контролем. Он себя хорошо контролирует. Как хорошо прирученная лошадь. Третье. Ньер Ши означает полностью спокойный. И это означает, что этот человек видел пустоту напрямую, или может преподавать это правильно. Этот человек изучал это, изучал великие книги, и понимает пустоту правильным образом. Лучше всего, чтобы этот человек видел пустоту напрямую. Но это очень редко. Но если вы не можете найти такого, найдите того, кто может преподавать это правильным образом. И что интересно, в линии передачи Цонгкапа это учения пустоты передавались правильным образом, даже теми людьми, поколениями, людьми, которые не видели пустоту напрямую, потому что они настолько строго относятся к тому, чтобы не смешивать мапу тофу с тортом, и можно сказать, я могу заверить вас, что эти учения на 100% полностью правильные. Если вы можете найти линию передачи вот такую, даже если люди не видели пустоту напрямую, то это нормально, они могут хорошо преподавать. Если они не смешивают мапу тофу с тортом, то это хорошо. Четвертое. Это достаточно просто, но, возможно, это то, о чем вы обычно не думаете. Учитель должен знать больше, чем студент. Я, например, чувствую себя глупым, когда Анатолий приходит на мое занятие по йоге. Я себя чувствую глупым, потому что он намного лучший учитель йоги, чем я. «Мне нужно просто преподавать на занятия». Я такой, «Не приходи ко мне на занятия». Он такой, «Да я хочу прийти, нормально все». Я говорю, «Ну, для меня это некомфортно». Очевидно, надо пытаться найти учителя, который лучше вас. В школе я был в команде, не расслышно кого, в течение четырех лет мы соревновались. И во время сезона, да, в сезон практики, три-четыре месяца, коуч создал правило, что мы не могли играть... Первое, мы не могли играть с девушками, против девушек. Второе, мы не могли играть против тех, кто были лучше нас. Интересно, правда? То же самое с ламой. Не играйте с кем-то, кто не лучше вас. Они должны знать больше вас, их медитация должна быть лучше, их доброта должна быть лучше, потому что все эти качества должны быть лучше, чем у вас, иначе... иначе вы пойдете вниз. Если их нравственность не очень хорошая, но у них хорошая мадьямикка, ваша мадьямикка пойдет вверх, а нравственность пойдет вниз. Знаете, что такое сатса? Сатса это... Сатса это... ...молд, как Амитаба-молд, и вы вкладываете клей, вы вкладываете клей, и потом вы вытаскиваете, и он выглядит как Амитаба. Видите? И маленький имя, как это, формочка для запечения, туда тесто накладываешь, а потом вынимаешь статую, получается... Студент это клей, а учитель это вот эта форма. Если у учителя не очень хорошая нравственность, а мадьямикка очень хорошая, то вы получите точно таким же. И я видел это много-много раз в монастыре. Что интересно, что когда вы идете... Олимпийские игры, называется Джанггунчу, и это соревнование между монастырями. Это очень сложно. Один целый месяц дебатов. Иногда всю ночь, без перерыва. Дебаты до рассвета. И вы дебатируете, и что крутое, это то, что можно проводить дебаты с людьми на второй год, и вы говорите, о, ваш учитель Геши Джампа Сенге из Сара-Джей, и человек такой, да, откуда ты знаешь? Потому что студент такой же, как его учитель. То есть ты с кем-то дебатируешь, которого ты человека не знаешь, из другого монастыря, и после полчаса ты говоришь, я знаю, кто твой учитель. Потому что учитель, он таким же, он такой же становится, как учитель. Так что не идите к учителю, который хуже вас, если у него медитация хуже, чем у вас, если у него мадимика хуже, чем у вас. Я вам кое-что скажу интересное. Я не пытаюсь дать взятку, но пытаюсь. Я поехал на DCI-программу в Бангалур, в Индию, там было несколько бизнесменов, и мой монастырь оттуда 9 часов на машине ехать, это не далеко. И Геши Лотар, мой учитель, он приехал на эту встречу, на лекцию, и он привез три кандидата Геши с собой. Это такие кандидаты на высшие геши, его хорошие студенты. Хаса был со мной, где ты? Да? И Орид была там. И Скотт. И Адам. И я забыл, кто-то задал вопрос Геши Лотар и один из этих кандидатов Геши ответил. А потом Орид говорит, но разве это не вот так? И Хаса говорит, я думаю, что это вот так. И они дебатировали с этими двумя кандидатами, они их вообще просто покрыли. Я такой... Я такой... Да! И дебаты спокойно с любым Геши, если этот человек говорит на английском. Вы будете как Хасо. Тебе должны были в тот день дать Геше, но... Я был очень гордым с вами. Хасо. Что я имею в виду? Не предполагайте, что человек, который носит красные робы, или желтые робы, или серые робы, или тот человек, который даже закончил курс Геши, знает больше, чем вы. Проверьте сначала. Спросите их сложные вопросы и посмотрите, что они ответят. К сожалению, как во всех университетах, в монастыре, иногда такое происходит, что люди заучивают все наизусть, но они это не понимают. И они не задаются вопросами на самом деле. Иногда иностранцы или не Геше, не посвященные духовной сан, люди, такие как Кенди Лай, они изучают больше, чем Геше, тем, что они задаются вопросами, обычным образом. Поэтому только если потому, что человек носит монашеские робы, не верьте. Или кто-то говорит, ой, это известный человек, проверьте сначала. Есть много известных людей, которые позже стали неизвестными. Итак, это какой у нас номер? Четыре. Проверьте их и поймите, что они знают больше, чем вы. Возможно, вам придется потратить на это пару лет и понять, что вы ничему новому не научились. Будьте требовательными. Ваша ментальная недвижимость не заменима. У вас есть столько, определенное количество часов в жизни. Определенное количество вдохов в вашей жизни не тратит в пустую. Проверяйте людей. Не сидите год с каким-то учителем, а потом вы осознаете, что ничему не научились. Следующий номер. Пять. Скажите, цун чек. Цун чек означает, они работают усердно. Они – учителя. Какая усердная работа? Этот человек усердно работает для студентов. Усердно работают для студентов. И этот человек считает, что это весело и классно обучать людей и помогать студентам. Им можно позвонить посреди ночи. Кое-кто мне позвонил в 3 часа ночи в Китае. И этот человек говорит, что мой муж умирает прямо сейчас напротив меня. Что делать? И мы говорили про это. И он умер. И вам нужно быть в этот момент для своего студента. Это большое дело. Нельзя сказать, ну, 3 часа ночи, отстань. Типа, давай, до завтра не умирай. Так нельзя сказать. Цун чек означает, что этот человек наслаждается всеми проблемами обучения людей. Этот человек наслаждается помогать людям. Вы хотите найти такого сумасшедшего человека, как Джон Брэдди. Кто-то говорит ему, мы пропустили какое-то занятие, можете прийти в Сингапур и преподать? Джон говорит, ну, конечно. Вам нужно найти того, кто действительно наслаждается помогать людям. И не тот, кто не хочет давать. Мы называем пикью. Пикью означает... Человек не хочет отдавать все. Не хочет делиться всем своим временем. Своим сердцем. Удерживает что-то от студентов. Вы не хотите учителя такого. Вы хотите учителя, который будет сделать все для вас. И мой лама был таким. Номер шесть? Хорошо. Скажите, лунг ги чук. Лунг ги чук. Лунг ги чук. Лунг ги чук означает, что они богат на знания писаний. Этот учитель знает много писаний. Он их изучал, знает, заучивал наизжусть, усердно учился. И это никогда не кончается. Учитель, который обучал меня прамане, это ясное мышление прамана. Этот учитель был на смертном одре, умирал в отеле, в больнице. Это были последние дни его жизни. И я туда поехал увидеть его, потому что я его много лет возил к доктору и переводил для него. Я говорю, Гешла, похоже, что это конец. Он говорит, да, это конец. Для начинающих монахов. Для 15-летних монахов. Это Комментарий по прамана ваттике. Учебник. Это тот, который переводит сейчас Адам. Он это на груди, он умирает и на груди хранит. Я говорю, Гешла, что происходит? Он говорит, я же куда-то отправляюсь, хочу, чтобы у меня была свежая логика. Я хочу освежить свою логику, потому что кто-то знает. Кто знает, что завтра где мы будем? С собой книгу нельзя взять, он мне отдал эту книгу. Она у меня до сих пор есть, и мы ее переводим в Сидоне. И это очень красиво. Так что найдите учителя вот такого. Я слышал, что у Шао Пинь есть учитель. Я встретил недавно его жену, и он жаловался, что в кровати все время книги. А жена жаловалась, что вся квартира завалена книгами. Я говорю, а в чем проблема? Ну, как, говорит, там вообще невозможно пройти, и все завалено книгами. Потому что он постоянно что-то изучает. И вы хотите такого учителя, который любит книги, такой же, как Джон Брэдди, который мастер. То есть это человек богат книгами. Вы его спрашиваете, вы меня что-то спрашиваете, и человек вам может сказать, о, это Чадракирский стих такой-то. То есть это все в их уме. Я попал на занятия к человеку по психологии. Недавно меня попросили туда пойти, и я был вежлив, и я пошел. И я говорю, хорошо, и я туда пошел. И там говорят, не думайте головой, думайте сердцем. Вы не станете просветленным через мышление. Делайте все со своим сердцем. А потом мы на следующий день обедали вместе, и я такой... Ну, в нашей традиции то, как добраться к сердцу, это через мозг. Вы понимаете пустоту, а потом вы знаете, что вам нужно любить людей. Но вам нужно... Это не неправильно изучать в буддизме все Писания и работать к своему сердцу через голову. Сердце без головы — это нестабильное создание. Это может легко измениться. Так что голова делает сердце сильнее. На каком номере? Семь. Скажите, Де Ни Раб Ток. Де Ни Раб Ток означает... Третий номер был что? Да, они понимают хорошо систему семян, пустоту. Седьмой пункт — это означает, что человек видел пустоту напрямую или знает очень хорошо. Здесь повторяется седьмой. Седьмой и третий — они как бы повторяются. Но здесь более специфично. Де Ни означает пустота. И Раб Ток означает... Мистер словарь, что означает Раб Ток. Это супер осознанный, супер осознает пустоту. Так что вы ищете такого человека. Есть традиция в буддизме, которая говорит, для учеников, которые не такие интеллигентные и умные, обучите их одному или двум доказательствам пустоты и прекратите. Но если вы встретите очень хорошего студента, обучите их тысячам различных доказательств пустоты. Тысяча различных аргументов. Мы не считаем это, что это слишком много информации. Мы считаем это, что это более сильно. Много-много-много доказательств пустоты в Мадьямике. Будда преподал... Кстати, все эти пять тем, они... Будда преподавал. Будда преподал огромное количество доказательств пустоты, и вы должны их знать. Это должно быть в вашем кармане, и вы должны найти их. Учитель должен знать не один вид пустоты или одно доказательство. Кстати, если бы я был на вашем месте, если бы я был таким молодым, как Кендела, и я бы искал учителя, я бы сначала по полчаса поговорил про пустоту с этим учителем. И если этот учитель не скажет то, что вы здесь слышали, я бы не стал принимать этого учителя за своего учителя. И я должен сказать, что уровень понимания про кухню... Я не думаю, что это можно найти где-то во всем мире. Звучит просто. О, зависимое происхождение, да, накричал на детей. Звучит просто, но... Когда вы ищете учителя, не удовлетворяйтесь, только если ваш учитель не может объяснить сансару на кухне через простой пример. Что такое сансара на кухне? Это вы кричите обратно на мужа. Если ваш учитель не может объяснить пустоту на кухне, то они не знают пустоту. Понимаете? Мы говорили в China Soft Power, невероятная программа. Вот эти мои двое детей, Стэнли и Эльсон. Правнуки. Они начали эту программу, которая называется China Soft Power. Они обучают бизнесменов, как использовать в бизнесе древнюю мандрюст. Когда Китай пойдет во весь мир, эти люди будут такими героями своей китайской культуры. Вау! Они понимают эту кухню так хорошо. Это невероятно. Это правда невероятно. Я вижу у них больше понимания, чем я видел в монастыре. Вот в этой комнате. Это невероятно. Так что ищите вот таких людей, кто может это принести в реальный мир. Какой номер? Восемь. Скажите, ма кен ден. Ма кен ден. Ма означает «преподавать». Ке означает «мастер». Мастер-учитель. Ден – это значит, у них есть такое качество. Ма ке – это очень хороший учитель. И часто происходит так в таких вещах, как музыка. Например, какой-то известный пианист, но не может никого обучить этому. Иногда человек очень хороший учитель, но Бог играет на пианино, и тоже ничему нельзя научиться. Вы хотите найти лучшего пианиста, но также, чтобы он был лучшим учителем, и это редкость. Вы хотите найти мастера в буддизме, но который может еще и преподавать это людям. И главное качество, которое перечисляется в писаниях – это то, что этот учитель может преподавать для любого уровня студентов. Это значит, что этот учитель должен понимать хорошо разные школы. Качество, важное качество мастера-учителя, согласно вот этому списку, этому списку 2500 лет – это подстраивается ли учитель под уровень студентов. Если у него эта способность подстроиться под уровень студента. И это то, что делает вас мастером-учителем. Мы вчера про это говорили в целях DCI. За ноль долларов сколько? Какое было качество, о котором мы вчера говорили? Да, я бы сказал, что релевантно. Доступно и релевантно. Если вы видите, что, например, ваша аудитория скучает, идите глубже. Если вы видите, что для аудитории слишком сложно, значит, преподавайте проще. Я всегда говорю шутку, чтобы быть honest с моими американцами. В Китае я говорю, что вы хотите идти глубже? И люди кричат, все тысячи человек кричат, да! И если я скажу в Америке, хотите глубже, люди такие… Да, чувак. Ну, если ты хочешь. Извините. Я все равно люблю Америку. Хотя Шенчжен – это тоже мой дом. Следующая. Восьмая, девятая. Тим, мы закончим вовремя. Пол стола, ты мне обязан за это отдать. Он такой, нет. Скажите, цэ вэй, даг ньи. Цэ вэй, даг ньи. Цэ вэй, даг ньи. Цэ вэй, даг ньи. Суперлюбовь. Суперлюбовь. Они должны быть созданы из любви. Даг ньи означает «человек, созданный из любви». И главное значение здесь, в контексте учителя, это то, что этот человек преподает из любви к студенту, а не ради того, чтобы получить внимание, деньги или стать известным. У нас сегодня было классное время с учителями, мы истории рассказывали, что минуту, когда ты выходишь на сцену, мне все равно, плохой вы учитель, мне не важно, лысый вы учитель, мне не важно, какой у вас возраст. Как только вы выходите на сцену, три человека влюбятся в вас. Не потому, что вы умный человек, не потому, что вы хороший учитель, но потому, что вы на сцене. Поэтому вы обязаны для английского выражения типа хранить голову, как сказать, оставаться, контролировать ситуацию. Потому что кто-то влюбится в вас только потому, что вы на сцене, не из-за того, как вы человек. Извините. Я видел это сто раз уже. Много-много раз. Я хочу вас предупредить, как учителя ACI. Люди будут влюбляться в вас. Ну, то есть это такое, они будут влюбляться в вас, но это на две недели всего. Потом они вас выкинут. Поэтому не надо сразу раздуваться и говорить, о, я такой классный. Три девушки ко мне пришли в комнату после лекции. Они там не ради вас, они там пришли к учителю. Они пришли к вам, потому что вы были на сцене. И каждый человек появляется в Шаопинь и пытается купить тебе новую машину. Скажите ему, успокойся, успокойся, на следующей неделе приходи. Я вас просто предупреждаю. Преподавайте, потому что вы любите студентов. И не преподавайте ради известности, или потому что люди будут называть вас прекрасным учителем, или будут вам давать шоколадки целыми днями. Не учитесь из-за этих причин. Вы провалитесь. Не имейте низшие мотивации. Не учите ради внимания. За каждую минуту вашего внимания на сцене вас будут притиковать в интернете 10 часов. Если вы действительно станете хорошим учителем, вы также будете привлекать зависть. Люди вас будут атаковать. И вы тогда в шок впадете. О, я думал, все меня любят. Поэтому оставайтесь с холодной головой. Не надо слишком раздувать мнение о себе. Мы просто инструмент. Вы просто передаете учение. Вы – это ведро, а не вода. Какое выражение? И храните это в уме. И вы избежите многих проблем, многих расстройств. Поэтому вы должны быть цевы дагни. Цевы дагни – это означает, что учитель преподает из любви к людям. Если учитель не моет посуду, не обучайтесь такого учителя. Если учитель не чистит монастырь после церемонии, не ходите к такому учителю. Потому что это все вместе. Любовь и служба другим. Служба другим людям и любовь. Если этот человек слишком ледивый и построил кабинку в Даймонд-Маунте, коттедж, не поняла про построил кабинку. Я пытаюсь вам кое-что сказать. Похоже, что сейчас уже начинает выглядеть так, что очень. Практически невозможно найти такого учителя. Мы еще об этом поговорим. Итак, девятый номер. Человек любит из любви. Из любви к студентам. Они действительно заботятся о студентах. Это означает, что если студенты стоят с ума и критикуют учителя и пытаются причинить вред учителю, учитель все равно их любит. Вы не можете развестись со своими детьми, правда? Было бы здорово, возможно? Такого мы никогда не слышали, правда? Нету легального закона, что можно развестись со своими детьми. То же самое со студентами. Как только вы стали учителем, ламой, вы не можете развестись со студентами, неважно, как плохо они себя ведут. У меня была система с Кеном Римпоче. Он купил телевизор и говорит, «Ты не можешь его смотреть». Я говорю, «Почему?» Он говорит, «Я лама». Это был его ответ. «Я лама, у меня телек, а у тебя нет». Я говорю, «Хорошо». Я говорю, «Мне все равно не нравятся телевидения, у меня никогда не было телевизора. Столько времени освобождает». Но у нас была система. Если что-то было интересное по телевизору, он звонил в колокольчик, у него был такой колокольчик. У него был колокольчик для сервиса. Если он его не звонит, мне нужно было бежать вверх, и он говорил, «Я хочу чай» или «Хочу Момо». И вот звонит колокольчик. Если что-то важное по телевизору, он звонит в колокольчик, и он должен бежать наверх. И там интервью берут у девушки и спрашивают, «Ваш сын хороший человек?» Она говорит, «Мой сын такой добрый, такой любящий, такой красивый, он такой хороший парень». Я говорю, «Почему вы звонили в звонок?» Он говорит, «Вот этот парень только что убил 17 людей, а это его мама». И она говорит, «Он хороший парень». Вы должны быть такими со своими студентами. Неважно, насколько плохо они себя ведут, неважно, как они вас расстраивают, это они ваши дети. Вы не разводитесь со своими детьми. Можно ли показать своим детям суровую любовь? Да, иногда надо. Это не значит, что я вас не люблю. Это значит, что я вас люблю достаточно для того, чтобы накричать на вас. Моя мама часто на меня кричала, и после я осознал, мой учитель на меня кричал, и позже я осознал это, потому что он любит меня. Он не просто пытается быть ко мне добрым, чтобы быть популярным. Это значит, что много ударов. Я вас тоже побью. Шучу. Номер десять. Я точно вовремя, Тим. Скажите, «Ки кубне?» Ни ма шара. Ки кубне? Ни ма шара. Солнце взошло сегодня утром из попы собаки. Все такие, что? Солнце взошло из попы собаки. Это значит, что произошло что-то невозможно. Я заканчиваю вовремя. Вы можете попробовать это с Геши Лотаром. Он будет так впечатлен. Геши Майкл сделал что-то в неделю. Что? Он сделал вот эту фразу на тибетском. Проверьте, ему очень понравится, если вы так скажете. Кстати, наша линия передачи, она прикольная. Кенри Пача и Геши Лотар, Пабонка, Три Ча Гри Пача. Мы приколисты. Мы веселые. Мы как бы рассказываем дурацкие шутки. Мы преподаем пустоту весело. Это ваша линия передачи. Вам не разрешается быть серьезными. Итак, скажите, «Кья ва панг». «Кья ва панг». Учитель никогда не сдается. Никогда не отказывается от вас. Как было бы здорово быть десятым номером. Учитель никогда не сдастся. Не откажется от вас. Неважно, сколько вы причиняете бреда, насколько вы плохие, сколько проблем вы создали. Можете уйти на 20 лет, потом вернуться. Ваше все равно учитель примет вас с радостью и никогда не откажется от вас. Никогда. И это лама. Хорошо? «Кья ва панг» означает «Человек никогда не откажется от вас». «Ки кудне нема шар». «Ки кудне нема шар». Огла! Окей. Аплодисменты! Спасибо.